Саламу алейкум, дорогие ученики! Начинаем с вами новую тему, которая называется «Ванна ва Ахаватуха». То есть глагол «Ванна» и «Его сёстры». С выражением «Его сёстры» вы уже сталкивались. Как правило, это группа слов, которые похожи друг на друга по какой-либо функции. Когда мы говорим «Ванна ва Ахаватуха», мы имеем в виду такие глаголы, которые имеют при себе два прямых дополнения. С теми глаголами, которые имеют одно прямое дополнение, мы уже с вами сталкивались, проходили мы их на уроке «Переходные и непереходные глаголы». Итак, среди глаголов «Ванна» и «Его сёстры» есть такие, которые указывают на какое-либо предположение. Итак, первые пять глаголов из группы «Ванна ва Ахаватуха». «Ванна» и «Его сёстры». «Ванна», «Раа», «Хала», «Хасиба», «Адда». Все эти глаголы мы можем перевести следующими словами. «Считать», «Полагать», «Думать», «Принять за». Словом, «Сияни» указывает на какую-либо неуверенную мысль. Кому-то что-то показалось, подумалось и так далее. Давайте этим «Некто», кому что-либо показалось, будет человек по имени Ахмад. Что у нас получилось? «Ванна Ахмад» или «Раа», «Хала», «Хасиба», «Адда», «Ахмад». «Ахмад подумал» или «Посчитал». Для того, чтобы закончить эту мысль, мы должны добавить к этому предложению два прямых дополнения. То есть, вот так. Например, «Ванна Ахмаду Зайден Садихан». Кстати говоря, глагол «Ванна» используется очень часто, возможно, чаще, чем некоторые из этих четырех глаголов. Что у нас получилось? «Посчитал Ахмад Зайда с другом». «Посчитал Ахмад Зайда другом». Кстати, обратите внимание на то, что русский глагол «Посчитал» также требует после себя дополнения в виде двух слов. Одного слова в винительном падеже и второго слова «Кем? Чем?» в творительном падеже. Так что явление, когда какой-либо глагол требует после себя двух прямых дополнений, не такое уже и чуждое явление для нас. Разумеется, между этими глаголами есть кое-какие различия в смысловых оттенках. Есть также у глаголов какие-то дополнительные значения, которые не входят в упомянутые нами, но об этом чуть позже. Как бы там ни было, вот эти первые пять глаголов из группы «Ванна и его сестры» мы переводим вот так, как сказали. Еще один важный момент. Обратите внимание на два прямых дополнения, которые раскрывают смысл этих глаголов. Зайд Садык. Если мы рассмотрим эти два прямых дополнения отдельно, то мы найдем, что они в основе являются как бы предложением в предложении. Зайд Садык. Если бы не было этих глаголов и не было Ахмад, тогда Зайд Садык было бы обычным предложением с подлежащим и сказуемым. Следующие глаголы из группы «Ванна и его сестры». Эти глаголы мы можем перевести на русский словами «узнал», «нашел», «убедился». Словом «кто-то в чем-то обрел уверенность». Например, По-другому можем сказать Давайте переведем эти предложения как «Нашел». Ахмад Зайда другом. «Нашел» в значении «обрел уверенность в том, что Зайд является другом». Если вы видите глагол «Алима» и «Ваджада», вы должны четко понимать, что речь идет не о каком-то предположении, а об убежденности. Следующий глагол из группы «Заннава Ахаватуга» это «Зааме». «Зааме Ахмаду Зайдан Садыкан». «Зааме» переводится как «утверждать» или «пытаться доказать». «Утверждал Ахмад, что Зайд друг». Арабский глагол «Зааме» имеет такой оттенок, что человек пытается доказать что-либо, как правило, не имея на то доказательств и оснований. Запомните этот глагол, он часто встречается в Коране. Следующий глагол из группы «Занна и его сестры» это глагол «Хабб». «Хабб» является глаголом повелительного наклонения и переводится он как «предположи что». «Хабб Зайдан Садыкан». «Предположи, что Зайд друг». Как мы видим в арабском оригинале, здесь нет частицы «На» или что-нибудь похожего, или чего-либо похожего, как это есть в русском переводе. «Предположи, что Зайд друг». Арабский глагол «Хабб» имеет два прямых дополнения и он не нуждается ни в какой связке. И последний глагол из группы «Занна и его сестры» это глагол «Таалям». Это тоже глагол повелительного наклонения, как и предыдущий, и переводится он как «знай». И опять, при переводе на русский язык мы используем частицу «что», которой нет в арабском оригинале. «Таалям Зайдан Садыкан». «Знай Зайда другом», дословно, или «Знай, что Зайд друг». Повторюсь, все эти 10 глаголов, разобранные нами, имеют при себе два прямых дополнения, которые в основе являются подлежащим и сказуемым. То есть, если мы отдельно рассмотрим эти два прямых дополнения, то найдем, что в основе они являются именным предложением «Зайд друг». В арабском языке есть также глаголы, которые имеют при себе два прямых дополнения, однако эти два прямых дополнения никак не взаимосвязаны друг с другом. Но об этом на следующем уроке. Повторяйте пройденный материал. Ас-саляму алейкум ва рахматуллах.